Привет, мои хорошие! С вами Селена Сэй, и сегодня будет видео о моих любимых вещах, о моих фаворитах, о моих must-have. В общем, всё, что за последнее время мне полюбилось, или то, что я пользуюсь давно, или то, что считаю, что должно быть у каждого, я сегодня вам расскажу, и всё это будет в одном видео. Это вообще будет супер-мега-полезное видео. И ещё сюрприз. Фаворитов будет в два раза больше, потому что это видео я снимаю не одна. А вместе со Светланой! Красивая, молодая, милая девушка. Её приятно смотреть и слушать. На своём канале она снимает видео обо всём. Покупки, косметика, челленджи, приглашает своих друзей и многое другое. Мне очень нравится. Я думаю, что вы для себя тоже найдёте много интересного и полезного у неё на канале. Ссылку я оставлю внизу. Кстати, заметили, что у меня немного изменился голос? Это потому, что ночь на дворе, и мой маленький спит. У меня сразу такой тон немного понижается. Жегкий образ появляется. Ладно, в общем, много-много всего, и, честно говоря, я не знаю, с чего начать. С чего начать? Давайте начнём с того, что у меня за губа на губах. Это вообще, это, не знаю, ну, это да, фаворит. Это, наверное, не must-have. Потому что каждого, как бы, не обязательно это должно быть у всех. Но это моё любимое, просто фаворит. Это обычная, самая дешёвая губная из Ашана. Здесь было написано клубничка или малинка, я не помню. Они мне нравятся одинаково. У них такой вот цвет, но красят они вот так вот. И это практически вот блеск, да? Как будто я нанесла блеск. Вот с блеском что-то есть. Очень натурально, очень естественно. Ну, ничего не прилипает. Ну, мне вот очень, даже если прилипло, ничего страшного, да? Потому что это всего лишь гигиеничка, без цвета. Но есть у неё лёгкий-лёгкий оттенок такой, но он еле заметный. Ну, и, в принципе, Nivea, это вот на замену вот этому, да? Nivea, конечно, имеет цвет более такой вот красный. И на губах тоже имеет более яркий, насыщенный такой запах, нежели какой этих. В общем, вот эти вообще любимки мои. Это вообще просто. Будете прекрасны, натуральны, сияющие. Губы будут увлажнённые, пухлые, здоровые. Прям вот с этими бальзамами для губ. Это супер-пупер. Так, если мы начали, конечно же, о губах, то тогда я скажу о своём любимом хайлайтере. В карандаше от Evo. И это просто... Я уже купила второй себе, хотя у меня этого ещё, ну вот, понимаете, да? Сколько он? Ещё целый практически. Ну, я уже купила второй, а вдруг не будет. Я не должна страдать потом по этому карандашу. В общем, вот такой вот карандаш. Я его крашу вот так вот. Я сейчас не накрасила его, чтобы вам показать. То есть вообще без зеркала даже не боясь. Я его крашу вокруг. Тем самым губы увеличиваются. У меня есть, кстати, на канале видео, как увеличить губы без вмешательств. В общем, это отлично. И также можно им наносить под брови. И он очень классно светится. У него такой один цвет. В общем, он крутой. Я не знаю, как я жила до этого без него. Дальше, конечно же, бровки. Бровки у меня накрашены. У меня вообще, вот если вы не видели... А, вы видели меня не накрашены во влогах? Я часто не накрашена. У меня светлые брови сами по себе. И очень часто, когда я пользовалась какими-то карандашами, они все время их темнили так сильно, что у меня темные карандаши. Вы даже можете посмотреть какие-то мои... Одни из первых там вот видео. У меня такие темные все время брови там. Все время вот я переборщиваю. То с тенями, то с этим. Я не могла никак найти свой цвет. Я нашла идеальный цвет для девочек, у кого светлые русые брови. Просто вот это идеально. Это Vivienne Sabo в номере 002 для бровей. Просто идеальный цвет. И им вообще, ну вот просто не переборщить. Знаете, бывает, берешь ты цвет, да, легко наносишь, да, натуральный. Чуть-чуть больше мазнул, все, уже темный. А здесь вот можешь мазать, мазать, мазать. Ты как будто не переборщишь им. Вот цвет просто вот супер натуральный. Русый вот прям. Отличный. Для блондинок, для светлых девчонок, для светлых бровей. И он не коричневый. Вот самое, что интересно. Потому что я коричневый не хотела. Дальше, дальше, дальше. Мое любимое, мое любимое. Это тушь Vivienne Sabo Cabaret. Ну, здесь у меня вот премьер, а есть еще кабаре. Ну, не премьер, тоже она классная. Ну, в общем, она классная. Классная-классная. Я ничего не могу сказать. И пока что я лучше не нашла. До этого я пользовалась мебели, но уже давно не пользуюсь. И кисточка, хотя бы, там тоже кисточка классная. Ну, в общем, Vivienne Sabo по дизайну не симпатичнее, поэтому он по-любому на первом месте. Вот такая силиконовая кисточка. Офигенски красит, разделяет и делает реально взгляд очень крутой. Сейчас на мне не эта тушь, потому что я ее экономлю, я ее только купила. И вот я купила вот эту в Галамарте. Она вообще недорого стоит, сто с лишним рублей. Вот эта, кстати, тоже не такая уж дорогая, особенно если со скидкой. А вот эта в Галамарте я купила. В принципе, неплохо. Вот сейчас она на мне в один слой. Я вот что-то подпривыкла к ней. Неплохая тушь. Но не скажу, что прям любимая. У нас о любимках сейчас, да? Любимые, любимые мои тональные средства. BB крем. Я уже давно тональником не пользуюсь. BB крем. Вот BB крем от NYX. Это просто первое место. Идеально, супер. Ну, единственная цена. Он дороговатый. Ну, а если взять из бюджетного, то BB крем от Maybelline вообще просто супер-пупер. И, ну, естественно, если у меня много денег, и прям я NYX, конечно же, куплю, а еще даже и поэкспериментирую с чем-нибудь еще дорогими какими-нибудь люксовыми марками. Ну, а если у меня немного денег, то Maybelline это number one. И еще он даже, я думаю, даст фору многим дорогим маркам. Так, мы же с вами сейчас по лицу пройдемся, да? Поэтому у нас будет следующая пудра. Моя любимая. Мне приезжала последний раз Лена, и она просто тоже все влюбилась в мою пудру. Это пудры Max Factor. Видите, она у меня же все затерта. Это у меня их две. У меня вот эта вот светлая 0.1. Это просто идеально вот сейчас для меня в натуральный тон. В 0.1 номере это самое светлое. И тройка есть у меня. Это летом, когда я загораю. В общем, если я уже давно не загорала, беременность потом, то сегодня нельзя, к сожалению. Но ничего. Скоро я буду загорешка. И загорешка. Не знаю, как правильно. Загорувка. В общем, вот такая офигенская пудра. Классно мотирует. Очень замечательно скрывает все недостатки. А для видео вообще просто супер. У меня здесь вот прыщичек. Кстати, первый прыщик за все время, представляете, вскочил. Что-то вообще... Я не знаю. Что это? Вот раз замаскировала, и на видео уже почти не видно. Ну, и в жизни то же самое. Отличное вообще. Почти не видно. Вот на таком расстоянии вообще не видно, да? Ну, если вы еще прищуритесь, вообще будет классно. А если закроете глаза, я вообще красоткой представьте. Что-то неимоверное. Дальше. От Maybelline. Мастер скульпт. Я, видите, уже до дырки затерла его. Да, он действительно классный. Но единственное, что следующее я возьму. Чуть-чуть тон... Вот этот коричневатый, да? Ну, вот он на мне сейчас. А я возьму тон немножко в серинку, чтобы шел... Чтобы тень была более естественная. Потому что я не румянюсь ими, а я делаю ими тени. Тени-то они не коричневые. Тени-то они немножко такие с сероцой. Поэтому я возьму себе, попробую другой немножечко цвет. Дальше. Мой любимый корректор. Этот корректор же, да? Это называется... Сейчас как-то есть корректоры, есть консилер. Вот. Просто офигенский. Я лучше ничего вообще не находила. И купила сейчас другой от Риволи. Он желтоватый немножко. Вот он на мне от Риволи. Ну, его не видно. Конечно, я уже замаскировала всем пудрой своей. Заматировала все. Но вот этот просто идеальный. Вот здесь вот цвет просто идеальной кожи. Он не желтый, не розовый, не коричневый, не белый. Он просто натуральный. И это, меня много раз часто спрашивали, это Мислин. Мислин. В номере 14. Я его обязательно найду, если куплю. Найду, если куплю. Найду, если куплю. Потому что я его покупала, не помню где, по-моему, в Москве. Или не в Москве, может, в Золотом Бавилоне. Не знаю. Наверное, придется в интернет-магазине заказывать. Если я найду, я вам ссылочку обязательно скину внизу. Я вообще все ссылочки скину внизу. Всего, что найду. Я все скину вам в ссылки, чтобы вы понимали, что это у меня. Ну и, в принципе, где можно купить. Дальше, дальше. Это, естественно, хайлайтер. Ну, это вы знаете. Это мой любимый хайлайтер. Он тоже уже скоро затрется. Зебал. Вот такие вот девочки нарисованы. Его можно купить на Алиэкспресс в районе 250 рублей. Я дам ссылку. Вот такие вот они. То есть бронзатор для более загоревших. Когтей не можно их тоже наносить. И вот эти два натуральных. С розовеньким отливом. И с коричневым отливом. Сейчас как раз нанесу вам свою любимую кисточку. И покажу. Ну, чтобы вы видели. Давайте розовенький нанесем. Да, на одну щеку я вообще розовую нанесу. Смотрите. А на другую коричневую. Да, я могу вот так одной кисточкой туда и туда. Ничего страшного. Я как будто читаю ваши мысли, да? Ну вот, смотрите, да? Коричневенький. Розовенький. Вообще замечательный, да? И сюда сделаю розовенький. Они особо как бы не отличаются там. В общем, вот так. Такая вся блестящая. В общем, я считаю, что хайлайтер это вообще незаменимая вещь. Вот это must-have вообще должно быть у каждой девушки. И вот этот самый бюджетный и самый крутой хайлайтер. А у меня коллекция целых хайлайтеров. У меня даже есть видео, где у меня там куча-куча хайлайтеров. И это вот единственный любимый, который вообще супер-купер. Ну, не считая карандаша для губ. Он отдельно. Дальше хотел сказать о своих любимых кисточках. Вот супер-купер кисточку. Знаете, вот эту можно найти кисточку, да? Вот эту можно найти кисточку. У нас супер-купер кисточка. Это вот эта. Это тушевочная кисточка. Я ее купила случайно, просто в наборе. Она оказалась... И я реально говорю, она делает все за вас. Не нужно ничего. Просто нанесли тенью, нанесли куда надо. Положили тенью, нанесли куда надо. Она вообще не ложится, знаете, так что вот. Ровно, потом что-то стушевываясь, размазываешь. Нет, она идеально вообще тушует. Делает такие вот... Ну, я ей, в принципе, вверх. У меня весь всегда вот такой вот кисточкой. Потом незаменимая кисточка вот эта. Я не знаю. Это никакой фирмы здесь не нарисовано. Вообще какая-то китайская простая кисточка. Но она такая классная. Тоже я ей наношу, значит, уже вот светленькая сюда. Под бровки наношу. В уголочке глаз сюда наношу светленькая. Весь низ рисую я этой кисточкой. Она вот такая вот, знаете, здесь широкая, здесь узкая. Вот такая вот. А вот это вообще тоже кисть суперклассная. Ей можно наносить румяна. Ей можно наносить хайлайтер. Ей можно наносить корректоры сухие. Скульптинги. И тоже незаменимая. Она тоже из этого же набора. Сейчас я вам покажу этот набор. И, естественно, я не могу на одну кисточку. Я не знаю, я долго такую кисточку искала и покупала, и все не то. А вот в таком наборе, и здесь очень много полезных кистей, кстати. Вот эту я использую для хайлайтера, потому что она тонковатая для тоналки. В общем, там целая кипа. Там 12 кистей где-то. О, короче, много очень кисточек. Я тоже скину на него ссылку. На Алиэкспресс можно ее откупить. Дальше, если мы проходимся по лицу, то это тени. Тени. Ну, вот эти, которые вы сможете купить, в принципе, везде. Я на них отдам ссылку. В принципе, можно купить и в Литуале, и много где. Это Maybelline, вот их новенькая палитка. И, в принципе, я считаю, что одной этой палиткой вообще достаточно за все. То есть, и делать и вечерний макияж, и дневной. У них красивые светлые цвета. Они с легким-легким перламутром. Темные цвета. То есть, есть очень темные, что вечерние можно сделать. Ну, классная палитка на самом деле. Мне очень нравится. И эти светлые цвета можно даже еще как хайлайтер использовать. Представляете? Да. Ну, лучше не использовать. Лучше купить за Баум. И вот такая американская палитка. Ну, это мои фавориты. Я, конечно, скину на нее ссылку, если найду. Но ее, по-моему, купить можно только в Америке. И я вот заказывала через американский сайт. Потом через почту там Liseone Air как-то. Они, в общем, платила какие-то лишние деньги за все эти перевозки. Там какой-то был адрес в Америке, на который все это доставилось. А потом уже вот команда Liseone Air, они отправили мне вот это все сюда. Я сначала с американских сайтов набрала там себе, что хотела. Ну, в общем, вот это вообще я очень довольна. Это палеточка. Вот когда она у меня кончится, я буду скучать. Не знаю, второй раз закажу или нет. Это такая сложная процедура. И как-то все недешево получается. Ну, в общем, вот так. Я попробую одной Maybelline пользоваться потом. Вообще, у меня много всяких вообще этих теней. Мне не обязательно покупать эти. Но они классные, классные. Дальше фаворит вообще. Это суперскилт. Он у меня уже закончился. Napkin от Nu Skin. Я уже говорила. Когда-то давно. У меня уже он очень давно. Когда-то давно у меня шелушилась голова. Вот в этой части. И я ничего не могла делать. Я вам скажу. Я мазала маслами. Смываемыми, несмываемыми. Я покупала разные капсулы. Разные вот такие ампулы. Что-то вводила. Что-то втирала. Ничего не получалось. Вот тут у меня. Знаете, она может перестанет. Вот ввела. Там, да, сделала. Она перестанет. Все. Помыла голову. Вышло опять шелушение. Вот именно в этой области. То есть это была не перхоть. Хотя я уже и шампунь от перхоти. Все что угодно. Да. Вот. Ну, просто шелушилась и все. И это было у меня на протяжении долгого времени. Скажу, не один и не два года у меня все это шелушилось. Я купила вот такую вот навку. Она сделана. Вот какая-то натуральная водичка. Она сделана. Здесь гиарулонка, по-моему, в состав входит. Увлажняющая. Спрей для волос, лица и тела. Я вам дам на нее ссылку. Вы почитаете, ладно, что туда входит. Но она, по-моему, сделана на гиарулонке. И судя по тому, как она просто избавила меня, я скажу, ну, просто в два касания. Я не знаю. За 3-4 дня. После вот каждого мытья я делала. Ну, и так вот, знаете, там днем. Раз. Я вот сюда чисто пшикаю. Вот так вот. Раз. Два. Все. Все. И ходила. 4 дня. И я ей уже не пользуюсь, чтобы вы понимали. Около года. Около года я ей не пользуюсь. И нет у меня шелушения. Вообще пропало. Реально. Вообще пропало шелушение. И судя вот по тому, как она сработала с моей головой, я теперь просто эту, ну, как бы, на, вообще везде вот раз на лицо. То есть, если она там увлажнена, значит, она, не представляете, и лицо замечательно увлажнит, да. И шею вот здесь вот, да. На корни можно также наносить. Кожу головы увлажнит. Вы знаете, что, да, увлажнение, если по аж все нормально, то себя и волосы хорошо ведут. Зарастут быстрее и многое другое. И стоит она совершенно недорого. Тоже на скин, это американская компания какая-то. И она стоит 495 рублей. Вот я собираюсь сейчас заказать парочку себе вот таких, потому что они реально клевые. Так что, если у кого-то есть проблемы, там, с лицом, с шелушением, чего-то там, то смотрите. Я вообще хотела еще маленькому, когда у меня у него шелушилась кожа. Хотела вот эту, но побоялась, как бы, не знаю. Но чуть-чуть подрастет, и да, можно будет. Дальше про волосы. Ну, вот и на волосы, кстати, тоже на кончики я наношу. И на кожу, и на кончики. Шампунь мне очень понравился. Запах замечательно мылится. Реально, с первого раза. Знаете, бывает, кожа, голова такая жирная, и не сразу мылится. Этот с первого раза замечательно мылится. И он черный. Внутри черный. Реально черный шампунь. Классный. На маслах там всяких сделал. Ну, вообще, суперские. Компания решила. Ну, и все. И давайте уже аксессуары у нас такие идут. Это, в общем, аксессуары. Я купила, нашла тоже этот канал. Знаете, кто меня постоянно смотрит, вы, наверное, знаете уже. В общем, вот эти замечательные сережки просто меня покорили. И вот так вот прекрасно сидят с двух сторон. С одной стороны вот так. Вот офигенские такие камушки. Их так видно. Они такие весюлечки. Они вот, ну, блин, замечательные. И они серебряные. Да, они серебряные. И на этом сайте, где я их покупала, это называется сайт Grand Stock. Grand Stock сайт. Там очень много серебра. Там просто нереальное количество серебра. Еще там много постельного белья. Я тоже его покупала там. Ну, в общем, вот эти вот сережки, они просто замечательные. И там же я еще купила вот это кольцо. Просто. Я уже давно хотела купить себе кольцо, чтобы вот такая фишка какая-нибудь висела на колечке. Это тоже серебро с позолотой. И вот так вот оно вот смотрится. Такая я крута. У меня такая фишка, короче, в общем, необычная. Не везде такое встретишь. И вот я такая. Дайте мне то или то. Пожалуйста. И вот так руку. Вот. И еще, 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 еще. Кстати, да, тоже ее любимое. Вы уже это видели. Ай, это эти классные трусы. И у меня такие еще голубые есть. Ну, розовые, супер-пуперские. Тоже их покупала в Mark Bush. И, кстати, не могу нигде найти браслет. Браслет офигенский там под Pandora. Вообще много всяких шармов классных. И он такой вот весь классный. И почему-то я не могу его найти, но он мне тоже очень нравится. Ну, трусики вообще это замечательные. Секси просто. Ну, по дому гонять замечательно. Они бесшовные еще. То есть не видно шва. Не сбоку нигде. Классно. Так, ладно. Это... С этим мы закончили. А, еще. А, еще в Mark Bush очень много бижутерии классные тоже. Вот сейчас малой спит. Просто доставать. Ладно. Сами увидите все. Вот такую вот штуку. Это просто вообще... Я не понимала, как я раньше вообще не пользуюсь этой. Девчонки, вот кто пользуется этим, вы вообще молодцы. У меня даже подруги это было. Долгое время я смотрю, смотрю, а сама что-то себе не покупала. После того, как купила, я поняла, за чьем я столько денег оставляю в салонах. Очень простая в использовании. Мне кажется, ну, просто реально каждый сможет ей пользоваться. Это такой нагреватель внутри картриджи. У меня здесь шоколадный воск. Он греется, и потом наносится, и полосочками сдирается. И я себе делаю ноги просто вообще замечательно. Я делаю верхнюю часть ног, потому что на всем остальном у меня лазерная эпиляция. Я делаю и уже собираюсь скоро пойти, как только перестану кормить грудью ребенка. И ссылку на это я тоже оставлю внизу на Алиэкспресс. Можно взять, совершенно недорого. А, лак. Лак. Очень классный лак я, кстати, в Экспресс. У них одни плюсы. Они светятся в темноте. Я в прошлый раз не сказала. Он светится в темноте. Он матовый. Он быстро сохнет. И у него офигенская кисточка, которую можно очень быстро красить. Она здесь узенькая. Здесь широкенькая. Это вообще очень круто. И я помню, одной маркой только пользовалась. А теперь вот я знаю, что здесь тоже это есть. И я пойду в ближайшее время и скуплю все лаки, которые встречу в Экспрессе. Так, что тут, что тут, что тут. Ну и все. Ну и вкусняшки. Да, я забыла сказать, что не только косметика здесь будет у меня. Ну и вкусняшки. Мои фавориты. Это то, что я ем просто не переставая в день по много-много раз. Первое. С самого рождения своего ребенка. Еще в роддоме начала. Это вот эти конфеты. Ротфронт. Я покупаю шоколадно-сливочные. Еще мне нравятся классические. И это то, что я открыла для себя недавно. И просто сейчас я перестала есть хлеб. Я ем только эти хлебцы из фикс прайса. Я их могу есть с супом. Я их могу есть с медом. Я могу их съесть даже вот с этими конфетами в прикуску. Вообще мне очень нравится. Я их добавляю в творог, во всякие йогурты. Я ем просто так, с чаем. В общем, они вкусные. Они классные. Реально. У меня забит целый этот сейчас шкаф. Ну и они быстро очень съедаются. Прямо два. Да я сразу высыпаю в пакеты. Ем, ем, ем целыми днями. Захотела поесть, раз взяла с чаем. Перекусила и все. Ну а если уж что-то намазываю, это конечно целый ужин. Ну и последнее, о чем я хотела сказать. Это вот эта зубная щетка. Я уже о ней говорила о своих покупках. Но сейчас я уже ее протестировала на протяжении сколько там, месяц-два. Суперзамечательная щетка. И самый замечательный у нее плюс, который нравится именно мне. То, что можно ей чистить зубы без зубной пасты. То, из чего сделаны вот эти вот ворсинки. Они взаимодействия с вашей слюной, они создают такую пенку, которая очень хорошо очищает налет, убивает микробы. На этой щетке не остаются микробы сами, потому что она сделана опять же из такого природного какого-то материала, который сам по себе убивает 99,9%. Поэтому мой рот стал вообще стерильным. И, ну, она еще звуковая, по-моему. Да, она звуковая. И она с вибро. Жужжит не так громко, кстати, как вот у меня другая. Oral-B или какая-то вот у меня там не Oral-B, что-то другое. Но жужжит. В общем, классная. Щетка вообще зачетная. Тоже дам ссылку. Она, правда, дороговатая, но она того стоит. Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Я надеюсь, что мои фавориты были полезны. Я все ссылки соберу, вот заморочусь. И закину вам вниз, чтобы вам не искать было. И если вам что-то понравилось, вы пройдете и без труда найдете. И не забудьте, что это видео я снимала не одна. Проходите внизу по ссылочке. На канал Света. А я с вами прощаюсь. И мы увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok